Глубоко уважаемые коллеги, ваше внимание представьте доклад, посвященный современным аспектам эндоваскулярного лечения хронических венозных окклюзий. Актуальность проблемы обусловлена высокой частотой встречаемости данной проблемы и неуклонным трендом к увеличению количества реконструктивных вмешательств в развитых странах. Из-за серьезных осложнений в развитии посттромботического синдрома особенно надо выделить венозную хромоту и образование венозных язв. Итак, вопросы, которые требуют на сегодняшний день решения сосудистых хирургов, в первую очередь это какие диагностические методы позволяют нам принять решение о необходимости оперативного вмешательства, какие показания есть к хирургическому лечению, как правильно выбрать метод хирургического вмешательства, как распознать пациентов для типичной антикоагулянтной терапии и каков алгоритм наблюдения за ними в послеоперационном периоде и амбулаторном. Дуплексное ангиосканирование является методикой первой линии, методикой выбора. У него есть как свои преимущества, так и недостатки. Среди преимуществ необходимо выделить неинвазивность, воспроизводимость, доступность, возможность оценки функциональных характеристик кровотока, а также возможность выполнения вортостаза. Недостатками являются высокая оператор-зависимость, необходимость качественной подготовки, также ограничения по конституции пациента и недостаточно разрешающая способность в условиях низкой скорости кровотока. Также иногда с помощью дуплекса невозможно дифференцировать характер окклюзии и его давность. Неинвазивная флебография. В основном на сегодняшний день выполняется МР-венография. Из ее преимуществ следует выделить такие, как отсутствие лучевой нагрузки, воспроизводимость, неинвазивность, а также то, что данная методика позволяет выявить интерлюминальные поражения, которые иногда незаметны при проведении дуплексного сканирования. Также есть недостатки, среди которых техническая сложность, малая доступность, и что связано иногда с программным обеспечением, которые необходимы для обработки изображений. Вариабельность результатов. Также ограничения, связанные с конституцией пациента и поведенческими особенностями, такими как лаустрофобия, например, выполнение методики в положении, в горизонтальном положении. На сегодняшний день существуют неназивные методики, это ригенконтрастная восходящая флебография, при которой чаще всего выявляются следующие типы поражений. Это стеноз классический, как и в артериальной хирургии, можем заметить. Также формирование большого количества коллатералей, дренирующих пораженную конечность, и специфический вид стеноза, так называемая распластанность, типичная для синдрома Мея-Тернера. Длинография также имеет свои ограничения. К сожалению, малая информативность в острой ситуации, когда тромботические массы не дают возможности контрасту проходить в узло сосуда. Также феномен стеноза ракетанского, когда стеноз имеет пролонгированный диффузный характер. И в некоторых случаях приходится пользоваться эмпирической методикой определения наличия значимого стеноза по характеру расправления комплоентного баллона. В таком случае можем увидеть наличие стеноза до начала непосредственно манипуляции хирургической. Внутрисосудистые УЗИ на сегодняшний день – это тоже золотой стандарт. Большими проблемами являются его малая доступность и высокая стоимость. Но комбинация этих методик на сегодняшний день является эссенциальной. Итак, какую доказательную базу на сегодняшний день мы имеем по венозному стентированию? В Европейское общество сосудистых хирургов рекомендация 2015 года и общество интервенционных хирургов рекомендует использовать стентирование венозное у пациентов с симптомной хронической окклюзией ликовального или элеофоморального сегмента в случае, если у пациента имеется малый риск оперативного вмешательства. Однако, последний систематический обзор, в котором проанализировано 16 последних исследований, посвященных венозному стентированию при хронических окклюзиях, говорит о низком качестве доказательств и в том числе не рекомендует рутинное использование этих методик. Таким образом, на сегодняшний день, по мнению панели экспертов, показания для выполнения венозного стентирования мы имеем в случае установления синдрома Мейт-Тернера у пациентов с острым или элеофоморальным тромбозом после проведения тромболизиса или тромбоэкстракции. Также синдромы элековальной обструкции, которые сопровождаются развитием венозной недостаточности классов C3-C6 при неэффективности консервативного лечения. И также наличие стеноза более 30% и наличие развитой коллатеральной сети. Опять же, при наличии симптомов хронической венозной недостаточности. Какие методики необходимо применять для послеоперационного скрининга и амбулаторного наблюдения за пациентами? Конечно, в первую очередь, это самый наш любимый и малоинвазивный метод исследования. Это дуплексное сканирование. Однако, у него есть большой недостаток после стентирования. Не все варианты стеноза возможно с его помощью распознать. В этом случае у нас есть помощник в виде ультразвуковой ангиографии. Татьяна Николаевна Енькина сегодня как раз рассказывала о том, что у нас на базе нашей больницы есть уникальный опыт использования этих методик. На данной УЗИ ангиографии вы можете видеть, как, например, рез стеноз, принятый за гемодинамически значимый после стентирования пациентки с синдромом Мейт-Тернера, в дальнейшем изучается с помощью этой современной методики. Сейчас вы увидите, как поступающий контраст позволит разглядеть область предполагаемого стеноза. И таким образом удается понять, что на самом деле это именно пространственная конформация, которая не является гемодинамически значимым стенозом. Опять же, без этой методики других неинвазивных методов, которые мы использовали, понять этого не удавалось. Поэтому это такая очень интересная опция, которая появилась у нас в последнее время для диагностики. Если у вас есть возможность получить хорошую визуализацию, к сожалению, с этим имеются большие сложности из-за того, что протоколы исследований различны и сами исследования вариабельны, то в нашей клинике мы предлагаем развивать так называемую карту, то есть картирование скоростных характеристик с учетом неинвазивной визуализации. Таким образом, мы вычисляем, на каком уровне пораженного сегмента какая линейная скорость, заносим их в карту и, соответственно, выявляем градиент, градиент скоростной и затем изучаем его после лечения. Например, на данном снимке вы можете увидеть, что градиента больше нет. Затем, наблюдая пациента в амбулаторном периоде, мы можем также оценивать динамику нашего лечения, например, развитие значимого рестоноза. Оценку клинической выраженности симптомов, конечно, необходимо осуществлять по современным шкалам. Повторять их я не буду. Мы в своей практике чаще всего пользуемся ВИЛАЛТой. Антикоагулянты или антиагреганты в послеоперационном периоде. Только антикоагулянты, так как антиагреганты не имеют под собой никакой научной базы, даже с учетом имплантации стента. Продолжительность антикоагулянтной терапии. Чаще всего решение о пролонгированной терапии мы принимаем, если мы имеем протяженный окклюзированный сегмент, тромбофилию, суправрональную окклюзию, признаки плохого притока или посттромботическую окклюзию, склонную к рестонозе. Периодичность наблюдения стандартная для сосудистых больных. Компрессионная терапия классическая, однако в последних рекомендациях 2016 года отмечается, что нет данных за то, чтобы рекомендовать пациентам рутинное использование компрессионного трикотажа, так как оно не обладает доказанной эффективностью в плане профилактики посттромботического синдрома у пациентов, перенесших или фоморальный тромбоз, и одинаковая эффективность у непосредственно чулок и гольфов. Режим физической активности в послеоперационном периоде напрямую зависит от техники стентирования и непосредственно используемых материалов, потому что все они на сегодняшний день обладают разнообразными характеристиками, и непосредственно сама зона вмешательства имеет большое значение, потому как наличие одного стенда в области или уковального сегмента, или нескольких стендов, вплоть до подколенной вены, конечно, в этом случае имеет абсолютно разный список рекомендаций в плане ограничения физической нагрузки. Итак, подытоживаю выше сказанное. Определение показаний к выполнению оперативного вмешательства должно проводиться на основании комбинации всех имеющихся диагностических методик и строго индивидуально на сегодняшний день с учетом возможных рисков. Венозная ангиопластика и стентирование безопасные методики, эффективные методики, и они позволяют добиться не только уменьшения выраженности симптомов, но и устранить зачастую причины, целого, недуга. Также необходимо дальнейшее накопление данных для выяснения роли отдельных медикаментов, режима их приема и модификации различных стендов и методик тромбоктомии для изучения их эффективности. Спасибо за внимание. Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы? Я бы хотел прокомментировать, потому что, конечно, эта тема, во-первых, для нашей страны она очень новая, и даже не только для нашей страны, такой некоторый взрыв интереса большой произошел в последние несколько лет в мире, и существует не очень много центров, которые в Европе концентрируют таких пациентов. Это требует довольно больших усилий, поскольку лечение, мы уверены в этом совершенно, и это практически так и осуществляется, должно находиться в одних руках. Это не может выполнять лечение таких пациентов нескольких специалистов и одновременно выполняя эндоваскулярную, открытую хирургию, контролируя дуплексные, сканированные, интероперационные и проводя лечение дооперационное, послеоперационное. То есть это должен заниматься кто-то один. И в этом, наверное, основная сложность, почему пациенты, наверное, их немало, которые страдают довольно серьезным хронической венозной недостаточностью или острым тромбозом нижней полы или подвздошных вен, они не получают лечения, просто потому что пока, к сожалению, такая помощь мало где осуществляется. И в том числе это связано с тем, что, к сожалению, пока это не включено в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Как вы понимаете, это довольно дорогая методика лечения, особенно если необходима установка стентов и требует затрат. Вот тем не менее, так получилось, если говорить об истории, что два года назад просто к нам попала девушка, молодая девушка, практически с синей флигмазией, и у нас не было выхода, по сути дела. То есть она даже лежать не могла. И практически выраженные боли. И мы как-то решились на такую острой ситуацию, на тромболизе с дальнейшим потребовавшей и стентирования. И вот таким образом начали эту работу, такую практику. А на это очень интересная хирургия, очень интересные результаты. они действительно просто впечатляют, потому что буквально через один-два дня полностью исчезают все симптомы, выраженнейшие хронические и острые венозные недостаточности, которые пациентам не дают попросту жить. Ну и я все-таки призываю таких пациентов, если у вас они все-таки имеются, как-то, может быть, ориентировать. Потому что мы… Это непростая хирургия, и проблема основная, которую, может быть, Александр Сергеевич, он как раз об этом сказал, это диагностика. Диагностика очень сложная. Выявить таких пациентов непросто и подтвердить, что там имеется, например, Седома и Тернера, даже в наших условиях нашего города, очень непросто. Практически только в одном месте мы смогли достаточно неплохо наладить МР венографию. У нас великолепное отделение функциональной диагностики, но не всегда нам дается, и этого недостаточно бывает для того, чтобы планировать операцию, в том числе маркировать и в том числе и устанавливать какие-то размеры стендов. Это очень непросто. Только с помощью дуплесного сканирования. Если, может, возникли вопросы какие-то на эту тему, пожалуйста. Ангиопластикой или стентированием системы верхней полуевены и брахиоциальных сосудов. И второй вопрос, такой короткий. Максимальные сроки наблюдения ваших пациентов. Или он совпадает, то, что два года? Да, это как раз два года. Сейчас есть наблюдение, уже более двух лет как раз. Мы не занимались, у нас нет личного опыта стентирования системы верхней полуевены. Ну, очень хороший вопрос, да, потому что мы в понедельник у нас такая пациентка будет оперирована. Как раз вот, там мы долго рассказывали, я не хочу задерживать внимание аудитории, но мы обязательно об этом расскажем. Это интересное наблюдение, полная окклюзия нижней пола вены с соответствующими проявлениями. Вот, и мы планируем выполнить либо ангиопластику, или, если необходимо, и стентирование. Тоже молодая девушка, которая довольно серьезно страдает от этого. Вот, это все возможно. Более того, технически, если специалист имеет навыки эндоваскулярной хирургии, а у нас, к счастью, есть такая возможность, то с точки зрения прохождения окклюзии, в отличие от артериальной хирургии, и установки стентов, или ангиопластики, там есть свои особенности, но они технического плана, может быть, даже иногда легче, но, с другой стороны, и сложнее. Поэтому эта хирургия пока не так быстро развивается, как артериальная хирургия. Реканализация и стентирование старых окклюзий, не свежих, а старых, год-два. Как раз мой доклад был посвящен этой тематике в основном. У нас есть, к сожалению, лимитированный опыт, потому что, вообще, как я уже пытался объяснить, прохождение окклюзии и стентирование это самая легкая часть лечения. Самое сложное, это выставление показаний и определение непосредственно характера вмешательства, которое поможет пациенту. Зачастую мы имеем дело, и я показывал снимки, у пациентки существует хроническая окклюзия на одной, например, стороне подвздошного сегмента, и синдром Мэйя-Тернера с другой стороны. И в этом случае требуется достаточно много времени для обсуждения того, какой вариант вмешательства ей может в будущем помочь с наименьшей травмой, разумеется. И в этом случае, например, устраняя синдром Мэйя-Тернера, не проходя окклюзию, а исправляя синдром экстравазальной компрессии с другой стороны, удалось, например, добиться клинического разрешения полного симптоматики и у нас в недостаточности. А также зачастую мы работаем с хроническими окклюзиями, у которых не получился тромболизис, либо у которых тромболизис был парциальным. Это тоже большая проблема, к сожалению, тема отдельного большого доклада, потому что полноценный тромболизис – это достаточно сложная задача, которая требует комбинации различных методик, помимо регионального катетерного тромболизиса, еще специальные методики по эндоваскулярной тромбоктомии и так далее. Но имея все эти инструменты в руках, хирургу пройти хроническую окклюзию на самом деле чаще всего большого труда не составляет. Венозная окклюзия, она в отличие от артериальной, зачастую имеет эластический такой характер, и поэтому она чаще поддается, скажем так, прохождению. Эксперты в этой области, которые занимаются непосредственно венозной хирургией уже давно, они говорят о том, что практически 100% у них успешных реканализаций происходит при использовании двух доступов иногда, то есть, например, ремного, специальных ловушек, устройств ре-ентри и так далее. Правда, иногда на это уходит много часов. Вот, поэтому...